МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Дагестан в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. ННТ в числе лучших телеканал получил благодарность от главы Дагестана за оперативность и профессионализм. 5 миллиардов рублей за 5 миллионов овец. Животноводство республики ожидают масштабные перемены. Самое крупное на Северном Кавказе. Дагестанские обувщики в скором времени смогут трудиться на качественно новом уровне. Сегодня глава Дагестана наградил представителей ведущих СМИ за честное и профессиональное освещение происходящего в республике и информационную поддержку работы органов власти всех уровней. Встреча с журналистами прошла в Доме правительства, где собравшиеся обсудили послание президента страны федеральному собранию. Затем перешли к торжественной части. Владимир Васильев отметил благодарностью за качественное освещение республиканской новостной повестки и нашу телекомпанию. Заслуга отмеченная главой всего коллектива. Во-первых, и всех тех, кто и раньше работал, и сегодня продолжает работать. То есть, как сказать, на самом деле много эмоций, но есть осознание того, что моя заслуга там не основная. На самом деле весь коллектив. Я пользуюсь случаем всех поздравляю. Телеканал ННТ, вы как всегда молодцы, вы как всегда отмечены. Ну и будем надеяться, что в дальнейшем мы будем только набирать. Также благодарности главы был удостоен коллектив газеты «Ас-Салам». Это одна из самых тиражных газет в республике, главной целью которой является духовно-нравственное просвещение. Такой подход позволил оценить посыл публикации не только читателям Дагестана, но и тем, кто находится за пределами республики. Ведь сегодня газета распространяется по всей России. Именно ориентация на просвещение – залог успеха издания, считает главный редактор. Сегодня газета «Ас-Салам» опускается на 11 языках. Я думаю, это подарок для дагестанских читателей. Она у нас всероссийская и по всей России. Значит, 30 тысяч уходит в Дагестан. И для всего Дагестана признание газеты сегодня, конечно, является, безусловно, очень значимым. И признание не только, ну, редактор, наверное, здесь, как бы, самый последний человек, это работа всего коллектива, а у нас он очень большой. У нас очень большая сеть распространителей. Это, как бы, общая такая вот победа, да, именно дагестанского сегмента. Поэтому большое спасибо дагестанскому руководству за это признание. Материнский капитал, поддержка малоимущих, лекарственное обеспечение и качественное водоснабжение. Главные тезисы того, что было озвучено президентом страны в послании Федеральному собранию, обсуждали сегодня на встрече Владимира Васильева с дагестанскими журналистами. Детали мероприятия у Хадижи Курбановой. Встречу с журналистами глава республики начал с благодарности за объективную подачу и активное освещение происходящего. Впереди еще много чего предстоит, заверил глава, и работать будем вместе. Такой подход располагает к диалогу, а поэтому и вопросы от журналистов не заставили себя долго ждать. В частности, один из первых о новости, которая повергла в шок всю страну сразу после послания главы государства. Отставка правительства и назначение Мишустина. То, что президент предложил криминатуру Мишустина, в моем понимании, для меня лично, это очень важно. У Мишустина есть совершенно наглядная работа. Кто-то очень правильно сделал, что когда его в доме представляли, нарисовал график. Все помните? График. Из года в год. И сколько растет. Это хороший пример работы с хором. Журналистов, конечно, волновали и дела республиканские. В частности, был обсужден вопрос материнского капитала и поддержки малоимущих. Поддержку окажут и тем, кто нуждается в медпомощи. На выделение льготных лекарств в этом году в республике заложен 1 миллиард рублей. На льготное обеспечение лекарствами за счет республиканского бюджета, о чем подтвердите меня, будет выделено около, уже выделено в бюджете, около миллиарда рублей, что в 6 раз больше, чем в 2017 году. Это куда идут наши налоги. Несмотря на то, что тематика встречи была в основном связана с тезисами послания президента, не обошлось и без вопросов по другим проблемам республики. Что планируете делать по Махачкаре, по чистой воде? Есть ли какие-нибудь планы? У нас очень сложная ситуация. Мы советуем к Кизляре, Куйнавске. Очень сложно. Но мы сейчас знаем, что мы знаем. Если вы следите, то мы знаем, что в Кизляре пошел процесс, в Махачкаре пошел процесс, в Куйнавске пошел процесс. По Махачкаре, безусловно, будем работать. Там у нас есть много проблем. Есть проблема одна большая. Вот канал. Часто в руках. Это отдельный темп. У нас такой пиковый день в сутки, когда пошел мокрый снег в конце прошлого года. Вы наверняка видели, нас даже показали по каналу. Все правильно. Вода не уходила в трех местах Хрешталы. Нельзя было проехать. Хрешталушка не каждый решал пройти через эти лужи. Ну, я как человек, так сказать. Ну, в общем, не очень глубоко все понимающий. Я позвонил главе, ну что, трудно, взять аварийку. Пусть она ездит с интервалом, там, час. В сапогах люди выходят, чистят эти вот решетки, которые сбивают полиэтилен, там, листва. Ну, понимаем, о чем мы говорим. Ну, не пропускают. Ну, логично, логично. Через некоторое время мы потом докладывали. Стали чистить, ну да. А тут, смотри, вода-то не уходит. А почему не уходит? Стали разбираться. А в ревне у канализации упустили все дома, которые строились вдоль этой левушки. Без законов. Понимаете, что они превратили в самовольного. Вот так вот работают. Тоже десятилетия. Понимаете? Ситуация с водой сложная. Есть масса прилегающих проблем. Однако в этом году будет составлена проектная документация по водоотведению. Поэтому вопрос решается. Нужно только время. Не осталось и без внимания культурная составляющая жизни республики. Главный редактор журнала «Литературный Дагестан» Мурат Ахмедов напомнил, что в своем послании глава государства затронул тему защиты исторической памяти и отметил, что до сих пор не прекращаются попытки исказить историю как на международном, так и на межрегиональном уровне. К сожалению, нападки и на наши достижения исторические, и на личности, они становятся уже и общемировым трендом, и даже межрегиональным. В связи с этим у меня не столько вопросов, сколько предложений. Любые инициативы власти, они все-таки без идеологического сопровождения не так хорошо принимаются людьми. В обратную связь от власти получить, тоже какие-то может быть поручения выдадите в этой связи. Мы попробовали по 23-ю разгрома добавить сейчас. Там была всякая специфика. А здесь другое, поэтому, конечно, нам сейчас можно из этого всего извлечь уроки, выводы и использовать максимально. Это непросто. Просто так вот. Если упрощено, то можно получить обратный эффект. Это лучше меня всегда. Это надо серьезно. В Кизляре растет число отравившихся некачественной питьевой водой. Всего зарегистрировано 248 случаев острой кишечной инфекции. На помощь местным врачам прибыли их коллеги из Дагестанского медуниверситета, Центра инфекционных болезней и медучреждений Хасавюрта. Причины произошедшего уже установлены. Заведено уголовное дело. Подробнее обо всем расскажет Патимат Ханапова. Число отравившейся питьевой водой в Кизляре растет катастрофической быстротой. Каждый день в городскую больницу поступают десятки пациентов с диагнозом острая кишечная инфекция. Госпитализировано более 100 человек. Половина из них – дети. Детское и взрослое инфекционное отделение уже переполнены. Распределять больных приходится и по другим палатам. Тошнота, слабость и высокая температура – симптомы у всех одинаковые. Первый случай был зарегистрирован 10 дней назад. И Ломарова попала в больницу с двумя детьми. Сначала инфекцию выявили у сына, затем и у дочки. В начале у старшего сына 39 температура была, и он начал говорить, что я всю ночь в туалет бегал. И потом я его решила оставить, мне отправлять в школу. И девочка, на следующий день девочка начала температурить, и у нее то же самое. Но к обеду у нее уже кал как бы с кровью начала, и уже как бы я начала переживать, и вызывала скорую. Сейчас медики состояние детей оценивают как удовлетворительное. Впрочем, на поправку идут не только они. Из городской больницы уже выписаны 16 пациентов. Среди них – семеро детей. Есть заключение бактериологических анализов. Высеяны шигелы. У пациентов имеется шигелез. Состояние всех пациентов – это легкая степень и средняя степень тяжести. То есть тяжелых пациентов каких-то мы не наблюдали. Источник отравления, по данным Роспотребнадзора, вода из отобранных 10 проб ни одна не отвечает гигиеническим требованиям очаг, дизентерии, микрорайон, черемушки. Сейчас все водные резервуары кизляра опустошают и будут полностью дезинфицировать. Будут проводить ревизию всех водопроводных сетей, всей магистральной линии, проверять, есть ли прорывы и подсос грязной воды, значит, эту водопроводную магистральную сеть. Система канализации этих людей будет переделана полностью, чтобы избежать вот таких случаев. Причем водопровод, который сейчас новый прокладывается 400 метров, он прокладывается в обход всех сетей, чтобы тоже исключить какое-либо попадание или всасывание всяких этих. Тем временем в городе идет активная вакцинация от гепатита А уже привита свыше 750 детей в школах и детсадах. Минздрав настоятельно рекомендует населению города не пренебрегать мерами предосторожности. Использовать в быту воду из-под крана кизлярцам можно будет с воскресенья. По тематам Анапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Кизляр. К нам продолжает поступать информация о состоянии больных в Кизляре. В настоящее время большинство из них идет на поправку. Многие уже выписаны из больницы. На лечении центральной больницы Кизляры находятся 133 человека. Среди госпитализированных 70 детей. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Завершился последний день акции операции «Улыбка». За три с половиной дня в Международной бригаде пластических хирургов удалось прооперировать 27 детей. Все они с тяжелыми посредствиями ожогов боролись с рубцами на лице и кистях рук на базе Республиканской клинической больницы. Луиза Раджабова продолжит тему. Их рано затянулись, но остались серьезные рубцы. Жизнь пациентов лишена комфорта, а им сложно сгибать руки и пальцы. Сейчас мы будем делать пластику. У сына вот здесь. Здесь будем поправлять. И на руках пластику будем делать. В эти рубцы будем поправлять. Ежегодно врачи ожогового центра РКБ успешно осуществляют более 100 оперативных мешательств по устранению последствий ожогов. Однако, нуждающихся пациентов в разы больше. Благотворительному фонду операция «Улыбка» более 10 лет. Их акция – еще одна возможность абсолютно бесплатно – получить помощь и консультацию международно признанных профессионалов своего дела. Это оказание помощи детям с расщелинами лица. То есть это заячья губа, волчья пасть, расщелина губы и неба. Также мы занимаемся другими ситуациями, которые требуют вмешательства пластического хирурга, в том числе ожоговыми деформациями. При отборе пациентов отдавали приоритет детям из малобеспеченных семей. За короткий срок врачи вернули комфортное жизни – 25 маленьких пациентов. Наш приезд – это просто еще одна из возможностей. Немножко поучиться друг у друга у ваших специалистов, у ваших специалистов и чем-то у наших специалистов. И оказать эту помощь деткам нуждающимся. То есть в этот раз мы планируем прооперировать порядка 20-25 человек. Благотворительная акция «Операция «Улыбка»» в Республике проходит уже второй раз. Благодаря качественным и вовремя проведенным операциям эти дети получат шанс улыбнуться и навсегда забыть о своем недуге. В 2020 году Дагестан планирует увеличить объем произведенной продукции сельского хозяйства еще на 1 миллиард рублей. По словам курирующего сферу АПК вице-премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова, это станет возможным за счет произведенных в 2019 году миллиардных работ. В том числе за счет дополнительного ввода в оборот порядка 20 тысяч гектаров сельхозземель. Все это положительно скажется на итоговых цифрах по производству продукции агропромышленного комплекса. К 2025 году в планах у Республики довести поголовье овец и кос до 5 миллионов. Разработанная стратегия развития этой отрасли была направлена на согласование Минсельхоз России. В настоящее время Дагестан занимает одно из ведущих в России мест по численности мелкого рогатого скота, однако отстает по его качественным характеристикам. В декабре Минсельхоз Республики сообщал, что на стратегию развития овцеводства в регионе заложено более 5 миллиардов рублей, так как это предполагает создание в регионе зимних пастбищ и овцеводческих комплексов. 200 миллионов на строительство самой крупной на Северном Кавказе обувной фабрики. Такой цех планируют строить в Махачкале. Строительство уже началось, до конца февраля будет сдан первый этаж здания. Инициаторы планируют завершить строительство четырехэтажного здания фабрики с самой современной инфраструктурой уже в текущем году и запустить сам завод в начале 2021 года. Махачкале стало больше еще на один бойцовский клуб. Накануне свое первое занятие провели спортсмены команды Warrior Patriot, учредителем которой выступает Лагвское молодежное общество. В честь открытия на ковер вместе с детьми и молодежью вышли титулованные дагестанские бойцы. Эти маленькие спортивные хитрости в будущем не раз помогут бойцам клуба «Воим Патриот». Сегодня у них первая тренировка. Поддержать атлетов приехали звезды дагестанского спорта. Трехкратный чемпион мира по ушу Саньда Рамазан Рамазанов, чемпион Европы по панкратиону Тимур Валиев и чемпион мира по кунг-фу Асрет Алилов показали несколько приемов из своего арсенала. Хорошо оснащенный спортзал в центре города станет для бойцов вторым домом. По словам гостей, такие условия в их юношеские годы считались бы большой роскошью. Мы сами занимались на много хуже условиях, мы занимались в подвале. И, как сказал Рамазан, не было у нас всего того, что сейчас есть у ребят. Поэтому ребятам я желаю удачи, чтобы они с их мечты сбылись, все, о чем они мечтают. И вот самое главное, то, о чем мы все говорили, это нравственная составляющая, чтобы не обязательно быть чемпионом. Самое главное, чтобы были людьми порядочными, достойными. Тренировки здесь уже проходят в полном объеме. Освоить технику работы в стойке и борьбы в партере сможет абсолютно любой желающий. Три раза в неделю двери открыты для детей и взрослых. Главный тренер чемпион мира по кикбоксингу Салим Султанбеков. Уделять внимание в клубе будут не только физическому развитию, но и нравственному воспитанию своих бойцов. Мы решили открыть такой зал, назвали его «Варьер Патриот», в переводе в «Варьер Патриот», чтобы наши ребята, наши дагестанцы могли приходить, тренироваться. Физкультура и спорт в здоровом теле, здоровый дух, чтобы каждый мог отстаивать свое, защитить себя, свою семью, в честь. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных выходных, всего доброго и до свидания.